Вместо уголовной ответственности принудительное лечение в психиатрической больнице. Суд поставил точку в резонансном деле о трагедии на улице Гая. Преступная халатность. Из-за обрушения казармы в Омске погибли 23 человека. Рука помощи пострадавшему государству. Белорусский гуманитарный груз доставили в Непал. Звезда паллада Бельбюль-Аглы зажглась в Витебске. А главная интрига славянского базара разрешится уже через несколько часов. Сегодня в Минске поставлена точка в резонансном деле о трагедии на улице Гая. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и признан невменяемым. Ему предстоит лечение в стационаре под строгим наблюдением. Кроме того, в пользу сына погибшей супружеской пары с обвиняемого решено взыскать 300 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда и расходов по оплате юридических услуг. Помимо этого, компенсацию в 200 миллионов рублей получили матери каждого из погибших супругов. Установлено судом, что общественно опасные деяния совершены Шалкевичем Эдуардом Юрьевичем в состоянии невменяемости. В связи с чем суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением. Сроки для обжалования сторон определения может быть обжаловано в 10-дневный срок. Вопрос о принесении протеста будет рассматриваться после получения копии определения. Напомню, в ноябре прошлого года страшная авария унесла жизни двух человек. Мужчина, управляя легковым автомобилем, на огромной скорости протаранил сразу пять машин. В итоге погибла супружеская пара. У этой трагедии оказалась и предыстория, которая потрясла общественность не меньше. Прежде чем сесть за руль, мужчина нанес множество ножевых ранений своей жене и двум детям. К счастью, жизнь врачам удалось спасти. Российскому Умске выясняют причины обрушения казармы учебного центра ВДВ. Возбуждено уголовное дело. Полиция опрашивает свидетелей, проверяет все возможные версии трагедии. Одна из них – нарушение в ходе капитального ремонта здания два года назад. В казарме, которое произошло обрушение секции, был проведен ремонт инженерных сетей, полов, кровли и заменены окна. Хочу подчеркнуть, что работы по перепланировке данной казармы в ходе ремонта не проводились. Завершены основные работы по разбору завала и полностью обследованы четвертый, третий и второй этажи казармы. На этих этажах военнослужащих нет. Как заверили в Следственном комитете России, все причастные к трагедии понесут ответственность независимо от должностей, которые занимают. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы. Напомню, здание казармы обрушилось накануне. Под завалами оказалось 42 военнослужащих, 23 из них погибли. Остальные с травмами доставлены в больницу. Всего в помещении в момент ЧП находилось более 300 человек. Столица Франции спецназ освободила всех сотрудников магазина, взятых сегодня в заложники. В момент нападения на торговую точку там было от 10 до 18 человек. Преступников удалось и безвредить. Подробности операции пока не сообщаются. Полиция не квалифицирует происходящее как теракт. По предварительным данным, это было ограбление. Напомню, с начала нынешнего года Францию потрясла серия громких терактов. Наибольший резонанс получил расстрел сотрудников сатирического издания «Шарли Эбдо», произошедшее 7 января. От рук террористов погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Еврокомиссия в течение 3-5 лет может выделить Греции 35 миллиардов евро для создания рабочих мест и активизации экономики. Об этом говорится в заявлении Евросаммита, который завершился в Брюсселе после 17 часов непрерывных переговоров. Предполагается, что указанные средства будут выделены из различных фондов ЕС. Кроме того, в качестве исключительной меры, учитывая особую ситуацию Лады, Еврокомиссия намерена увеличить размер предварительного финансирования до 1 миллиарда евро. Это, надеются эксперты, должно помочь более скорому развитию экономики, а также среднему и малому бизнесу. Напомню, многочасовые переговоры по греческой проблеме завершились сегодня достижением соглашения. Греция остается в зоне евро. На западе Украины в городе Мукачеве введены повышенные меры безопасности. Украинские спецслужбы сейчас проверяют лес, где укрылись боевики праворадикальной группировки. Они готовятся к обороне. В полусотне километров от города они установили мощный блокпост и пообещали перекрыть дорогу, если против них начнутся силовые действия. Напомню, разногласия между бизнесменами и праворадикальной группировкой в городе Мукачеве начались еще в выходные. Тогда в перестрелке между сторонами были убиты два человека и 11 ранены. Президент Украины Петр Порошенко в Киеве созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Закарпатье. Сегодня может быть заключено соглашение по иранской ядерной программе. В австрийской Вене продолжаются переговоры Тегераны и шестерки международных посредников. Документ уже насчитывает около ста страниц. Соглашения должны были подписать еще в конце июня, однако все это время откладывали из-за некоторых вопросов. В частности, Иран заявил, что подпишет документ только после отмены всех санкций в отношении страны. Сообщается, что документ будет действовать около 10-15 лет. Одежда, палатки, плащи, одеяла и продукты питания. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Непал. На борту около 40 тонн груза. Общая стоимость почти 3,5 миллиарда рублей. Когу помощи пострадавшему государству протянули и другие страны. В частности, Индия, Китай, США, Израиль, Россия, Австралия. Груз доставлен, в настоящее время разгружен и будет доставляться сегодня-завтра население. Недавно состоялась в стране международная конференция по реконструкции Непала. Мы получили очень теплые помощи и большое обещание по деньгам, по реконструкции Непала. Напомню, крупные землетрясения в Непале прошли весной этого года. Их уже называют самыми разрушительными за последние 80 лет во всем южноазиатском регионе. Разрушены десятки тысяч домов. В некоторых районах восстановлению не подлежит около 90% зданий. Не обошлось и без жертв. Погибли более 8 тысяч человек. Еще 14 получили ранения. Власти Непала подсчитали и расходы на восстановление. Составят они не менее 6,5 миллиардов долларов. Через искусство к миру и взаимопониманию. На Витебской аллее звезд сегодня появилось новое имя. А специальные награды президента Беларуси в этом году удостоен народный артист Азербайджана Палат Бюль-Бюль-Аглы. Примечательно, что прошла церемония под уже традиционный для славянского базара проливной дождь, что нисколько не смутило ни зрителей, ни самого артиста. Именитый певец, услышав свою песню в исполнении молодых артистов, не удержался и запел вместе с ними. В сегодняшнем турбулентном мире, сегодня, когда мы видим, что происходит на разных частях планеты, именно мир, взаимопонимание, толерантность, искусство, музыка, вот, может быть, то, что спасет мир. Я желаю фестивалю больших успехов, особенно на будущий год, потому что 25-летие фестиваля. Как признается сам Палат Бюль-Бюль-Аглы в Витебске, он был почти полвека назад, теперь же собирается приезжать в столицу славянского базара ежегодно, чтобы навещать подаренную ему именную звезду, аккурат к 70-летнему юбилею. Специальную награду артисту вручат этим вечером во время закрытия международного фестиваля искусств. Мы свет звезды, который зажегся уже достаточно давно, приносим, как некое священное действие, на нашу белорусскую землю. Благодаря его песням, благодаря его музыкальным произведениям, благодаря его кинематографическому творчеству. Во время вечернего гала-концерта пройдет и церемония награждения победителя международного конкурса исполнителя эстрадной песни. На этот раз участники боролись не только за главный приз в 20 тысяч долларов, но и весьма неожиданный бонус от Министерства культуры Беларуси. Обладатели гран-при, а также дипломов первой, второй и третьей степеней смогут поступать в ВУЗы и СОЗы без экзамена. Очень жалко, что мы не можем продлить такой удивительный момент, «Славянский базар». Очень много в этом году звезд. Очень приятно на все это смотреть. Очень красивое шоу и очень радует амфитеатр, очень радует Витебск своей красотой, чистотой. Самый замечательный «Славянский базар» — столько звезд. И «Маранди» приехал, и «Флай Проджект» приехал, и «Лучший лазерев». Огромное количество звезд. Очень понравилось в этом году. Самый лучший. Новая звезда появилась не только на музыкальном небосклоне. Астрономы обнаружили уникальное небесное тело в южном созвездии «Индеец» — самую яркую сверхновую звезду. По расчетам китайцев, ее открыли спустя 9 дней после достижения максимальной яркости, а свет от нее шел до Земли почти 3 миллиарда лет. Таким образом, она в несколько раз ярче всех известных гиперновых небесных тел. Впрочем, по словам специалистов, еще предстоит выяснить истинную природу источника света. Дело в том, что многие кандидаты на эту почетную должность со временем оказывались лишь небесными телами, попавшими в опасную близость к черным дырам и разорванными ими. Испугаться не успел и чувствует себя хорошо. В цирке рассказали о состоянии слона после падения с двухметровой высоты. Напомню, накануне в наших выпусках мы сообщали об инциденте в Могилеве, где во время циркового представления животное не удержало равновесие и рухнуло с высокой тумбы, едва не приземлившись на публику. К счастью, все закончилось благополучно. Ни слон, ни зрители не пострадали. Представление продолжается по графику. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же прощаюсь на этом. Всего доброго. Вчера были сыграны заключительные три матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Одно из центральных противостояний дня проходило на столичном стадионе «Трактор». Минская «Динамо» принимала Гродненский «Неман». Белоголубые одержали уже пятую викторию Кряду в рамках высшей лиги. Победу Минскому клубу принесли результативные удары Фатаса Бечерая и Ненада Адамовича. Знали, что очень хорошо обороняются две линии, что низко стоят. Просто первый раз так были моменты у нас, но тяжело было, тяжело было забить. Очень серьезно и хорошо прикрывали зоны. В так называемом солено-сахарном дерби футбольный клуб «Слуцк» на своем поле принимал солигорские шахтеры. Гости завоевали победу благодаря двум голам Дмитрия Комаровского. Брестская «Динамо» продолжает свою победную поступь, одолев уже второго представителя Беларуси на Евроарене. На этот раз «Динамовцы» переиграли Жординской торпеды «БелАз» 2-1. Все результаты тура на ваших экранах. Отметим, что в 14-м туре команда установила рекорд результативности нынешнего чемпионата, забив в 7 матчах 25 мячей. Нападающий национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Костицын пополнил состав российского клуба «КХЛ Торпеда» из Нижнего Новгорода. Контрактное предложение рассчитано на два года. Игрок сборной Беларуси выступал в «КХЛ» за Челябинский трактор из Сочи. В составе трактора в сезоне 12-13 Костицын старше вышел в финал Кубка Гагарина, однако не завоевал трофей. Также 30-летний форвард имеет за своими плечами опыт игры в Северной Америке в сильнейшей хоккейной лиге мира НХЛ. Он провел 7 сезонов, успев сыграть за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшил Предаторс». На чемпионате мира 2015 в Чехии Андрей Костицын был одним из лидеров сборной Беларуси, став в итоге вторым в споре бомбардиров. Мужская волейбольная сборная Беларуси одержала первую победу в сезоне в рамках Евролиги. В повторном выездном матче с командой Хорватии подопечные Виктора Сидельникова оказались сильнее соперников 3-1. После двух матчей в группе «Б» наша мужская сборная занимает третью строчку. Следующие матчи в Евролиге беларусы проведут также на выезде 17 и 18 июля с волейболистами Румынии. Отметим, что Евролига является важным этапом подготовки к главному старту волейбольного сезона – чемпионату Европы, который в октябре примут Болгария и Италия. Белорусская Виктория Азаренко заняла 19-е место в обновленном рейтинге WTA. На вершине располагается американка Сирена Уильямс, которая в субботу выиграла свой очередной Уимблдон. Благодаря успешному выступлению на том же турнире Ольга Говорцова поднялась на 81-ю строку. Впервые в основную сетку старейшего теннисного турнира пробилась наша юная Александра Соснович. Этот успех позволил и ей улучшить свою рейтинговую позицию. Серп Новак Джокович продолжает уверенно возглавлять одиночный рейтинг ATP. Второе место в таблице занимает швейцарец Роджер Федерер. Третьим идет англичанин Энди Маррой. Лучший из белорусов Владимир Игнатик располагается на 204-й позиции. Егор Колесник, телекомпания СТВ.